В Одинцовском округе продолжается осенний призыв на срочную службу. Традиционно призывная кампания в стране проходит с 1 октября по 31 декабря. В этом году ее продолжительность сократили на 30 дней из-за загруженности военкоматов при проведении частичной мобилизации. Старт был дан 1 ноября. Видишь? Да. Здесь видишь? Уже не совсем хорошо. Какую? Верхнюю строчку. Что? Б-Э-К-Н. Ежедневно с понедельника по пятницу для прохождения медицинской комиссии Одинцовский военкомат посещает до 50 человек в возрасте от 18 до 27 лет со всего округа. Первоначально призывники проходят тестирование в классе профессионально-психологического отбора для определения средних умственных способностей, психологических и психофизиологических особенностей строения организма. Для этого ребята проходят 4 теста на компьютере. Каждый тест имеет определенное время. Пишется он автоматически на компьютерах. Данные поступают мне на мой компьютер, уже обработанные. Исключается возможность подсматривания, списывания и так далее. После этого результаты заносятся в электронное личное дело каждого призывника и используются для получения определенных документов или для призыва на военную службу. Призывная медкомиссия включает в себя посещение хирурга, терапевта, невролога, отоларинголога, стоматолога, психиатра, офтальмолога, а при необходимости – врачей других специальностей. Кроме того, призывники проходят дополнительные обязательные диагностические исследования и сдают анализы. Нашу правую руку не даем. Да, пожалуйста, не торопись. Итоги диагностических исследований и обследований у профильных специалистов передаются в медкомиссию для принятия заключения о годности к прохождению военной службы. Те предоставляется отрочка на время обучения до 31 августа 1926 года. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok